Для передачи больших файлов я использую Яндекс.Диск или Дропбокс или Гугл Драйв. Покажу на примере Яндекс.Диска. Я вошел в папку. Папку, значит, все, что готово уже для отправки в типографию, я всегда складываю в папку в печать. Загрузить. Так, это не то, куда я хочу. Значит, я хочу Телеграм. Телеграм, Телеграм, Телеграм и отсортировать. А, ну вот, СРС-блок. Все. Заливаем этот файл. Значит, на нейтронную почту там можно отправить 20 мегабайт, там не больше, но не 300, не 400. Вот, поэтому для этого всего используются облака. Вот, значит, соответственно, если есть почта на Яндексе или есть почта на Gmail, то вот есть такая папка, куда можно сложить файлы. Можно дать ссылку на папку, чтобы было видно все, что в папке. Можно дать ссылку на файл. Например, дам ссылку сейчас на папку. Вот, так удобнее. Потому что, если я дам ссылку на файл, а файл потом поменяется, а он поменяется, то снова придется давать ссылку. А так, если дать один раз ссылку и сказать, вот берите файл какой-то, тогда проблем не должно быть. Единственное, здесь файл без даты. Впредь надо давать файлы с датами. Потому что, если они случайно напечатают файл 24 февраля вместо файла 25 февраля, то все усилия пойдут коту под хвост. Поэтому я даже сейчас, пожалуй, поставлю дату. Потому что Константин дату не ставит, но нам уже пора ставить дату. Если они напутают, а они легко напутают, уже многократно путали и напутают еще раз. То есть, за этим надо следить, чтобы те файлы, которые они взяли, есть те файлы, которые мы дали. Они могут взять другие, могут взять старые, может быть, все, что угодно. То есть, вот то, что мы сейчас им показываем, это еще печатать нельзя. Вот. Вот, 2 марта, значит, нажимаем правую кнопку, переименовать и можем туда дописать. Значит, 0.2, 0.3, 0.2, 0.2, 0.2. Значит, сохранить. Все. Даем ссылку. Три точечки поделиться. Скопировать ссылку. Вот эту ссылку надо отправлять в типографию. И убедиться, что они получились. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...